Если вы устали от гаджетов и бесконечной рабочей суеты, я знаю, что делать. Заварите себе кофеечку, возьмите книжечку и отправляйтесь в читальный клуб. Так, ну что, все книжку прочитали? Да! Сейчас проверим. Я всегда любила очень читать и обсуждать с кем-то книги. И пока училась в институте, в колледже, в школе, всегда эта потребность закрывалась тем, обсуждение книг, что все читали примерно что-то одно и то же. И всегда была компания, с кем это обсудить. Ну и сейчас настолько огромное разнообразие вообще литературы, что просто не с кем было обсуждать книжки. Если я что-то читала, ходила, приставала к друзьям, а вы это читали, а давайте про это поговорим. Ну и когда оказалось, что совсем эта потребность никак не закрывается, написала в своих соцсетях, что давайте, ребята, может быть, попробуем собираться и обсуждать книги. И потом, искусственный интеллект, он разве может додуматься до того, что нужно сходить куда-то в сарай, туда, где, как она считает, заходит солнце, попросить у солнца особой помощи. Зачем я сюда хожу? Потому что, когда я читаю книгу, мне все понятно. Но мне понятно, это как подсматривать замочную скважину, а мы тут приходим. Все у каждого свой опыт, у каждого своя история. И получается, что я не в замочную скважину смотрю на книгу, а прям открываю дверь. И это очень расширяет картинку мира, это очень обогащает. Ну и очень приятно с читающими, умными людьми общаться. Устроено у нас это таким образом, что на месяц мы выбираем какую-то книгу, о которой есть на чем поспорить, на которой есть что обсудить. Мы берем и русскую классику, и зарубежную классику, мы берем современную литературу, тоже зарубежную, и отечественную. Главный принцип, чтобы там было что-то цепляющее, чтобы было неоднозначное мнение, где все просто сладко-ванильно и всем понравилось, из этого не получится какое-то обсуждение. Для меня лично, они оба люди, если честно. То есть у меня вот этот, действительно, может быть, я где-то с Японией рядом, неодушевленные предметы, для меня они живые, причем людям объяснять это реально странно. Никогда у нас, наверное, такого нет, что книга понравилась всем. Поэтому разные совершенно мнения, у нас идут такие жаркие иногда обсуждения, дискуссии. Ну, в общем, как говорится, в дискуссиях рождается истина. Поэтому клуб очень интересен, мы очень тепло всегда друг друга встречаем, иногда встречаемся даже вне клуба, очень много теплых эмоций, очень много впечатлений. После встреч каждый раз огромный подъем душевный, вдохновение, хочется снова читать, хочется еще больше узнавать мир книг. Здесь важны не только наши личные какие-то впечатления и переживания, но через опыт других людей мы начинаем иногда смотреть на книжку по-другому. То есть бывает такое, что человек приходит, говорит, мне вообще не понравилась книга, наверное, я не пойду навстречу. Говорю, нет, наоборот, приди, расскажи нам, что тебе не понравилось. И из этого бывает всегда очень что-то интересное. Мы можем создать, в принципе, какого-то клона, так же топ-мое ударить, когда у него сердце забьется и что-то там в нем пойдет. То есть механизм, на самом деле, наше мышление, все наши чувства, это тоже отчасти механика. И очень тяжело понять, где начинается та же самая душа, где заканчивается просто выброс адреналина, и еще какие-то вещи. Мне кажется, что все-таки Клара – это набор качеств того человека, который создавал. Что в нее заложили, то у нее было. То есть она дублер какой-то своеобразный человека, который создавал, который ее программировал. Надо своим эго вознестись и проявить любовь в таком совершенном проявлении. Поэтому кто ее дарит, да, кто ее рождает и проявляет, человек или робот, получается в этом контексте, да, нет особой разницы. Насколько я понял, единственный минус Книжного Клуба в том, что это очень сильно затягивает. И если уж вы решили сюда прийти, то помните. Первое правило Книжного Клуба. Никому не рассказывать о Книжном Клубе!